Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вот сегодня пришло время выкапывать нашу чернушечку. Вот я уже два рядочка выкопала. Хочу вам показать, вот такая она у меня хорошая. Это с двух рядков. Не знаю, что я, конечно, буду с ней делать. Скажете, зачем ты столько сажаешь? Ну, сажаю каждый год одинаково, но в этом году просто она получилась удачная. Ну, вот она у меня, покажи, вот она у меня вот такая, заросшаяся. Я ее прозевала, чтобы спал вот траву, когда была маленькая. Вот теперь что я делаю? Я вытаскиваю траву и сразу это я уже просеяла. Сейчас я покажу вам, как я ее вообще с ней работаю. Это вот я обдираю. Ничего, с землей, все, потому что у меня сейчас я покажу вам сито, очень удобное. Вот, и я на нем просеиваю. Ну, в этом году как бы повезло, когда мы ее посадили, были дожди. Я вам показывала, что она была очень хорошая, взошла хорошо. Вот видите, прям, ну, этот хороший лук у меня, я его не хочу переводить, он длинненький. Ну, типа шалота, не шалота, но он очень хороший этот лук. Вот, и все, я сейчас продерну эту траву лопаточкой. И вот он прям, он вот так вот и вытаскивается. Я поддеваю лопаточкой. Вот. И вот оно. Ну, не буду сейчас задерживать вас. Сейчас выкопаю один рядок и покажу, как я его дальше привожу в порядок. Вот такое у меня сито, с такими большими дырочками сделано, но это еще от папы мне досталось. Вот, и теперь я беру этого ведра, прям землей высыпаю. И, ой, она хорошо, земля, вот оно все. Вот. Сейчас я ее вот так вот отобью от земли. Мы сложим их, ее в большие ящики и поставим под навес, но только не на солнце. Чтобы у меня проветриваемый такой навес есть. Вот. И будем сушить. Вот. Ну, вот потом, к концу осенью я обдирую ее. Уберу вот эти все корни. Какие-то подсохнут. Мелкие отберу, посажу на зеленочку. Вот. А вот этот вот крупный, вот этот хороший лучок. Храню я, хоть и будете, вы, может быть, все смеяться. И иностранцы критикуют нас, русских женщин, за колготки порватые. Ну, я храню в колготках. Вот. Насыпаю прям, ну, не сильно набиваю их. Вот. Складываю в ящик и храню в доме под кроватью. Потому что это самый лучший способ, чтобы ее сохранить. Ничего другое не работает. В подвале сыра он начинает прорастать. На потолке очень сухо. Он весь высыхает в весне. Вот. А это самый идеальный вариант. Я уже это очень много лет практикую. Меня научили. Вот. Ничего страшного. У каждого есть под диваном ящики. Я прямо складываю туда. Конструкция моя поломалась. Вот. И все. И вот эта вот вся земля. Покажу. Вот она, она вся отбилась. Ну, мелкая вывалилась. Но она нам и не нужна. Это мелочь. Потому что от нее толку нет. Я сейчас ее здесь оставлю. По клубнике рассыплю. Она, может быть, еще и прорастет. Еще будет зеленка. Ну, вот. Вот такой у меня хороший урожай в этом году. Чернушечки. Ну, буду дальше. Не буду вас задерживать. Вот. Что. Я ее практически только прорыхлила. Вот. Были дожди, как раз, когда она взошла. Правильно она у меня была посажена. Вот. Ну, я показывала. Кому интересно, можете зайти и посмотреть. У меня есть два сюжета про чернушку. Вот. Сажаю одинаково каждый год. Ну, вот. Погода. Потому что ее поливать, ну, говорят, нельзя. Я ее никогда не поливали. И родители никогда не поливали. И я не поливала. Вот. Ну, в этом году весна была дождливая. Было достаточно воды ей. Вот. Поэтому. Ну, конечно, единственное, что нужно ее пропалывать. Ну, не было. Я приболела. Вот. И получилось, что она в траве. Ну, даже лучше, что она и не так быстро сгорела. Вот. Сегодня 21 июля. Вот. Как бы я ее начала потихоньку воду вечерами убирать. Ну, вот. Выкопала сегодня 4 рядочка. Вот. Получилось у меня почти большое ведро. Ну, вот. Что я хотела показать про свою чернушечку. Спасибо за внимание. Заходите на мой канал. Подписывайтесь. С вами Марина Матвеева. Продолжение следует.